Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете, наиболее авторитетным ресурсом на тему инвестиций в русском интернете является форум ММГП. И несколько дней назад в ветке обсуждения компании Dominant Finance на данном форуме появилось сообщение от некой Элеонары Морбетовой. Датировано сообщение 11 октября, то есть три дня назад. И в этом сообщении Элеонара утверждает, скам уже две недели нет выплат, платят только блогерам. Ставлю заявку на вывод, ее отменяет. Поддержка молчит. Но дело в том, что по правилам форума ММГП недостаточно просто объявить, что тебе кто-то там что-то не платит. То есть ты должен предоставить какие-то доказательства а являешься ли ты вообще инвестором данной компании. Если доказательства не предоставлять, так про любую компанию можно объявить, что вот эта компания мне не платит. Правильно? И главный модератор форума ММГП ответил, что Элеонара Морбетова, я не вижу вашего депозита в теме. То есть какие-то обвинения о том, что компания не платит, должны подкрепляться доказательствами. Какими-то скринами и так далее, и так далее. Прошло уже три дня. За эти три дня госпожа Морбетова так и не удосужилась предоставить ни единого доказательства, что она делала инвестицию в компанию Доминант Финанс. Также она не предоставила скриншотов, которые бы доказывали, что она делала заявки, а эти заявки отменялись. Ну и собственно за нарушение правил форума она получила предупреждение. Вот этот красный значок в правом нижнем углу как раз показывает нарушение. Ну давайте с вами посмотрим, как же обстоят дела с выплатами. Вот пользователь Дмитрий17. Выплата 73 доллара 11 октября. 8 долларов 90 центов 12 октября. 254 доллара 11 октября. Выплаты полученные в криптовалютах Litecoin, Ethereum и Bitcoin Cash в долларовом эквиваленте 11 долларов, 15 долларов и 17 долларов. Также выплаты в криптовалютах Bitcoin Cash, ZEC и Ethereum 21 доллар, 23 и 8,49. Факт получения выплат подтверждается также скриншотами с криптовалютных кошельков. Выплата 11 октября 68 долларов. Выплата в криптовалюте Litecoin и Ripple. Таким образом можно увидеть, что выплаты идут в штатном режиме, а дама, которая обвинила компанию в невыплатах, не предоставила никаких доказательств своих утверждений. Если просуммировать доходность по инвестиционным пакетам Dominant Finance начиная с 1 августа, то на сегодняшний день, на 14 октября, суммарная доходность по пакету Krypton составляет 33,21%, по пакету Altpool 35,75%, по пакету Dominant 38,77%, по пакету Mastodont 40,86%. А это означает, что если кто-то 1 августа сделал инвестицию в 1000 долларов, на данный момент ему начислено уже 332 доллара, на пакете Altpool 357, на пакете Dominant 387 и Mastodont 408. Ну а если кто-то инвестировал 10 тысяч, соответственно его начисление на данный момент на пакете Krypton 3321 доллар, на пакете Altpool 3575, Dominant 3877 и пакет Mastodont 4086. Сегодня воскресенье, а это всегда приятный день для инвесторов и партнеров компании Dominant Finance, потому что с воскресенья по вторник происходит вывод начисленной прибыли. И объявление гласит, уважаемые клиенты Dominant Finance, мы рады сообщить вам о наступлении очередного приятного воскресенья. С сегодняшнего дня вы можете снять всю прибыль, начисленную на ваш персональный счет за период с 8 по 14 октября. Напоминаем, что заявки на вывод средств будут обработаны в течение от 1 до 10 дней в соответствии с регламентом Dominant Finance. Большое спасибо за ваше внимание, доверие и сотрудничество. Если вы уже являетесь инвестором компании Dominant Finance, рекомендую делать заявку на вывод. Ну а если вы еще не являетесь инвестором, у вас есть возможность инвестировать, тем более, что сейчас имеется в наличии пакет Криптон, где минимальные инвестиции составляют всего 10 долларов. Так что даже имея 10 долларов, вы уже можете начать инвестировать в компании Dominant Finance. Рекомендую поторопиться, что лимит на данный пакет, как видите, подходит к концу. Больше информации о компании Dominant Finance и регистрационную ссылку вы сможете найти под данным видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!